Новость о том, что во дворе появится небоскрёб в 72 этажа, повергло жителей района Покровская-Стрешнева в шок. На этом месте будет стоять огромная башня, и я понимаю, что она будет не вписываться весь в этот природный красивый ансамбль. Если проект реализуют, то дом будет выше, чем башня Империя в Москве-Сити, 255 метров. Высотность здания поражает в принципе, но мы считаемся таким спальным хорошим зелёным районом, вдруг предполагается такой высотности здания. Это только часть будущей коммерческой застройки. Рядом запланировали ещё два 25-этажных дома, один 14 и один 11 этажей. Если переведить площадь будущих домов, которые должны здесь появиться в Хрущёвке, то на месте 11 таких пятиэтажек должны появиться 33. Плотность застройки увеличится почти в 4 раза. Чтобы избежать транспортного коллапса, проектировщики предлагают пожертвовать этим схвером. Деревья вырубить, а на их месте проложить дорогу. У нас самая узкая часть Волоколамского шоссе. В этой узкой части будет выезд единственный из нашего микрорайона. Сейчас здесь живёт 2000 человек. Если проект реализуют, людей станет в полтора раза больше. Для того, чтобы обойти ограничения по нормативам использования школ, в другом районе предполагается строительство на уже существующей школьной территории пятиэтажного корпуса с совершенно невозможными условиями для жителей другого района. У нас всего одна поликлиника на весь район. И сейчас уже запись к специалисту составляет несколько недель. Есть вопросы и к безопасности. Небоскрёб собирается строить прямо на берегу канала имени Москвы. Наш квартал находится в зоне подтопления. Не просто так. У нас у многих домов нет подвалов. И строить на берегу канала вот такое огромное здание – это просто безумие. После бурной реакции жителей в институте генплана Москвы решили проект доработать. Да, довольно бурно прошли обсуждения этого проекта. Будут ли вноситься изменения в проект, интересует всех. Да, они будут вноситься. В какую сторону будут вноситься эти изменения? Это изменения по снижению параметров этого проекта. Проще говоря, обещают, что этажей будет меньше. Но насколько меньше и не появится ли вместо одной высотки две или три – непонятно. Стройку начнут, когда снесут вот эти пятиэтажки. У людей, живущих в них, тоже вопросы. Они до сих пор не знают, куда переедут. Нам обещали, что мы останемся жить в том же районе, в котором мы проживаем. Но по факту сейчас в проекте не предусмотрено для нас стартовых площадок. Новый проект застройки территории должны представить через месяц. Андрей. Андрей.